Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем серию ответов на ваши вопросы. Сегодня у нас нет единой тематики, потому что вопросы разрознены. Я хочу начать с того, что много людей спрашивают, что у меня за спиной, за статуей. Это работа Виктора Арнольдовича Шестопала, известного нашего скульптора. Называется она «Молитва». Мне так она понравилась. У нас человек о чем-то молит Бога. Возможно, о выздоровлении, может быть, еще о чем-то. Вы знаете, что Виктор Арнольдович – это один из самых знаменитых наших скульпторов, успешных. Очень много памятников в городе. Это и Курманжан Датка, около кинотеатра Аллато. Это и памятник Пушкину в КРСУ. Это и памятник Скребину напротив сельхозинститута. И очень много других памятников Анбаеву и Секановичу. И много других памятников в нашем городе. Это одна из его очень, на мой взгляд, глубокомысленных, удачных работ. Давайте начнем отвечать на вопросы. Самый первый вопрос. Самая распространенная глазная болезнь? Самая распространенная глазная болезнь, я думаю, что это конъюнктивит, потому что с этим встречается, наверное, каждый человек. Надо сказать, что люди очень смело начинают лечить, сразу начинают капать альбуциты или что-то еще. Но люди должны знать, что конъюнктивит конъюнктивиту рознь. Потому что бывает конъюнктивит бактериальный, там, где главную роль играют бактерии. Есть конъюнктивиты вирусные, таковых тоже бывает очень много. И лечатся они совсем по-другому. Есть конъюнктивиты аллергические. Вот сейчас как раз весна, и таких конъюнктивитов будет немало. Но, к сожалению, конъюнктивиты еще бывают и смешанные, когда бактериальный конъюнктивит сопровождается аллергическим или вирусно-аллергическим, или бывает смешанная инфекция бактериально-вирусная. Поэтому самолечением заниматься не рекомендую, потому что когда вы начнете лечиться самостоятельно, вы сможете на время приглушить симптомы. Но, во-первых, они вернутся через некоторое время, а, во-вторых, каждый раз, когда вы будете испытывать переохлаждение, стресс, недосыпание и прочее, у вас постоянно будут беспокоить глаза. Поэтому вам надо один раз прийти и вылечиться навсегда от этого. Поэтому приходите, мы вас избавим от этой проблемы. Что вредит нашим глазам? Наши глаза вообще устроены очень просто, с одной стороны. И известный офтальмолог Гельмгольц в свое время сказал знаменитую фразу, что если бы Бог дал ему шанс, он бы создал глаз более совершенным. Но с этим можно поспорить. Потому что если вы возьмете даже очень чувствительный фотоаппарат, или это будет сотовый телефон, в котором есть сейчас камера, то поставив его, скажем, в полной темноте на улице, или тогда, когда освещенность очень низкая, вы увидите весьма размытые изображения. Но глаз человеческий умудряется через некоторое время адаптироваться к этой темноте и видеть весьма отчетливо. Поэтому сказать, что глаз устроен не очень удачно, так нельзя, потому что глаз на самом деле устроен очень хорошо. Второе, что надо сказать, что глаз был, конечно, запрограммирован природой на ту продолжительность жизни, которой обладал человек в то время. Ну, скажем, древние люди жили редко, больше 25 лет, и поэтому до 25 лет глаз, конечно, работает отлично, особенно вдаль. Поэтому задачи у них были простые, это догнать животное какое-то, значит, убить и съесть, там, шкуру снять, использовать как одежду, либо от кого-то убегать. Поэтому, в общем-то, наши глаза были запрограммированы на небольшую нагрузку, ну, если, может быть, сбор там семян или еще чего-то, какая-то нагрузка, но небольшая. Но время сильно поменяло жизнь человека, мы стали пользоваться книгами, читать их, потом появились телевизоры, которые давали хорошую нагрузку на зрение, а потом наступила эра электронных гаджетов, это сотовые телефоны, планшеты. И сегодня нагрузка на зрение у человека настолько велика, что глаз просто не выдерживает эту нагрузку, поэтому имеет очень большое значение, как правильно использовать глаза. Ну, вот возьмите, например, экраны AMOLED и IPC, разница есть, потому что для некоторых людей эта разница не существенна, а для некоторых людей она, на самом деле, очень существенна. Поэтому, если у вас такая проблема есть, вы должны разобраться в этих экранах, потому что есть телефоны, которые обладают возможностью более бережного отношения, там, скажем, это 10-я XR модель iPhone или 11-я модель, простая, не Pro и не Max, у них стоят экраны IPC, и они дают значительно меньше нагрузки на зрение, чем остальные экраны AMOLED. Да, AMOLED немножечко динамичнее, немножечко больше красок, но у них фильтры построены совсем по-другому. Всядьте, разберитесь, в этом, в общем-то, ничего сложного нет, просто когда работает экран AMOLED, там принцип передачи изображения, он немножечко другой. Там существуют пиксели, синие, зеленые, красные, и синие, если вы знаете, очень быстро выгорают, поэтому их делают чуть-чуть больше и по размеру, и по количеству пикселей, красные дольше работают и так далее. Поэтому работа другая. А в IPC-экранах, он недостаточно, может быть, темный, если вы хотите стопроцентного затемнения, но его глаза переносят легче. Поэтому глаза человека просто не рассчитаны природой на ту нагрузку, которую сегодня дает современная жизнь. Но и отказаться от компьютеров сегодня мы никак не можем, от сотовых телефонов, от мобильной связи. Поэтому надо просто дозировать, правильно использовать, по времени, может быть, немножко дозировать. Если вы смотрите YouTube, там, выбирать, что смотреть, что попало смотреть, тоже не стоит. Но если вы видите нас сейчас, то я думаю, что это полезно, потому что это влияет на ваше здоровье. Существует ли пища, которая могла бы корректировать зрение, или которая была бы полезна? Есть, знаете, старая такая офтальмологическая шутка, которую я много раз слышал от старшего поколения наших учителей. Они всегда говорили так, что очень полезно для глаз кушать морковку. Есть доказательства. Ни один заяц не носит очки. Понимаете? Поэтому, ну, это, конечно, шутка, анекдот. Но на самом деле, конечно, залог здоровья человека не только в отношении глаз, а всего организма, это разнообразное питание. Это овощи, фрукты. Мы живем в таком чудесном регионе, где много овощей, много фруктов. Но, конечно, надо понимать, что те овощи и фрукты, которые пришли из-за рубежа в холодном виде, а потом здесь их доводят до состояния зрелости при помощи тетраэтил-свинца в камерах, там, знаете, ставят зеленые бананы, потом распыляют там специальный яд, и на следующий день эти бананы становятся уже спелыми. Конечно, такие фрукты, овощи есть не стоит. Но если вы кушаете, скажем, там, и сыкульские яблочки, ну, конечно, это очень полезно. Теперь, что касается пищи остальной. Ну, скажем, если вы кушаете мясо, там, прекрасно, это белок. У нас очень хорошее мясо в регионе. Ну, на мой взгляд, самое вкусное и сыкульское. Нарынское мясо прекрасное. Баранина, если мы говорим о баранине. Но если вы соблюдаете диету, то говядина, конечно, будет более постная. Вот, старайтесь кушать рыбную пищу, потому что в рыбе есть очень много микроэлементов, которые необходимы человеку. Но надо понимать, что рыба может быть озерная, рыба может быть речная. Если есть возможность, надо кушать, конечно, рыбу морскую, потому что в морской рыбе есть то, чего нет в остальных видах рыбы. К нам, к сожалению, привозится рыба не так много. Привозится она мороженое-перемороженое несколько раз. И это очень снижает ее вкусовые качества, снижает ее полезность. Но, бывая за рубежом, я, например, всегда предпочитаю рыбную кухню. Почему? Потому что все-таки те страны, которые граничат с морем, у них есть возможность есть морскую пищу. Не только рыбу, а вообще морепродукты, сифот. Вот разнообразное питание, как говорится, залог здоровья. Плюс витамины. Какой вид спорта считается полезным для глаз? Для глаз, я думаю, что нет такого вида спорта, который был бы конкретно полезен именно для глаз. Есть виды спорта, которые дают общий оздоравливающий эффект. Это плавание. Недавно я в интернете где-то наткнулся на то, что, как ни странно, жизнь продлевает большой теннис. Хотя мне всегда казалось, что это все-таки нагрузка для одной руки рабочей, которая у человека, если он правша-правая, там левша-левая. Но исследования показали, что все-таки такой вид спорта, как большой теннис, он продлевает людям жизнь. Потому что там достаточно большая нагрузка, там приходится много бегать. Хорошая нагрузка на опорно-двигательный аппарат плавания традиционно. Прогулки по горам, потому что свежий воздух и так далее. Но есть виды спорта, которыми надо умеренно заниматься. Возьмите, скажем, бокс, возьмите тяжелую атлетику. Конечно, для мужчин, наверное, это очень брутально. Но, знаете, получить за тренировку 10 раз по голове для глаз точно будет не полезно. Особенно, если у вас высокая близорукость. Здравствуйте. Можно держать пост после операции телегиума? Да, пост можно держать. Почему? Потому что пост придуман ведь не нами, а он придуман много лет назад. И у меня немножко неоднозначное отношение к посту. Я думаю, что христианский пост немножко более физиологичен для человека. Потому что идет переход от зимы к лету. Человек не ест животные белки и постепенно готовит как к такому летнему рациону. Что касается мусульманского поста, я здесь немножечко к нему более сдержанно отношусь. Потому что все-таки придуман он в жарких странах. И не кушать днем, это правильно только в той стране, где очень жарко. Ну, возьмите даже наших соседей, там, скажем, Узбекистан. Если вы летом попытаетесь там кушать днем, то это будет очень тяжелое испытание. Потому что за стол можно сесть только в один с вечера, когда спадает жара. Потому что настолько все жарко, что кушать невозможно. И более того, на улице предупреждают вас, что вы должны пить как можно больше жидкости, не кушать жирную пищу, носить головной убор, меньше находиться на открытом солнце. Это на улице, везде вас предупреждают. Потому что люди, которые как туристы приехали в такую страну, они, как правило, получают тепловые удары, солнечные удары. Или едят жирную пищу во время светового дня. И это очень тяжело для организма. Но в тех странах, где более прохладный климат, держать мусульманский пост практически бессмысленно, я думаю. Потому что световое время, не кушать, а потом кушать все время ночью, для организма не физиологично. Моему сыну 16 лет, зрение минус 3. Можно ли пройти у вас лечение? Конечно, вашему ребенку обязательно нужно пройти обследование. Во-первых, необходимо следить за длиной глаза. Потому что если длина глаза будет стабильная, значит, в 18 лет мы сможем избавить его от очков раз и навсегда. Если длина глаза нестабильная, надо сейчас произвести некоторые мероприятия, которые позволят стабилизировать эту длину глаза, и близорукость не будет развиваться. Обследование надо обязательно провести. Нужно быть готовым к проведению операции. И более того, я думаю, что было бы разумно вашему сыну начать носить сейчас контактные линзы. Почему? Потому что контактные линзы, в отличие от очков, дают больше нагрузки на аккомодационный аппарат человека. И после операции адаптация к послеоперационному зрению у него будет очень быстрая, стремительная. Потому что те, кто носит контактные линзы, они быстрее привыкают к тому новому зрению, которое мы дадим им после операции. Поэтому 16 лет как раз отличное время поносить контактные линзы. Обычно мы их рекомендуем носить не больше, чем парочку лет. Два-треть года достаточно, достаточно время. Потому что все-таки контакт линзы с глазом, он дает иногда и рост сосудов, там, аптерегиум и так далее. Поэтому два года как раз будет подготовительный период к проведению последующей лазерной коррекции зрения. И он избавится от очков раз и навсегда. Может ли линза треснуть, как очки при ударе? Ну, линза теоретически может треснуть. Но я думаю, что скорее треснет глаз, чем линза. Потому что какой же силы должен быть удар, чтобы линза порвалась. Ну, а потом сейчас жесткие линзы люди носят очень редко. Это только ортокеокератологические там линзы. И линзы специально бандажные, которые сделаны для людей, у которых есть либо подозрение, либо такое заболевание, как кератоконус. В остальных случаях люди носят мягкие контактные линзы. Они почти полностью состоят из воды. Поэтому такие линзы могут порваться даже от ногтя. Если, допустим, девушка ходит с маникюром, длинные ногти, ставит контактную линзу, она может ее порвать краешек. Он начинает тереть, но тогда ее надо просто выбросить и взять другую линзу. Благо, что сейчас контактные линзы стали совсем недорогими. Кстати, очень многие любят носить линзы с определенным цветом. Это, конечно, очень красиво для девушки. Можно надеть синее платье и при этом сделать себе синего цвета глаза. Очень красиво, эстетично. Можно ли ходить в бассейн линза? Да, можно. Никто не запрещает. Только вы выйдете оттуда без линз, потому что линза держится за счет поверхностного натяжения на глазу. И таким образом она сохраняет свое место. Как только вы нырнули в воду и открыли глаз, жидкость будет с двух сторон от линзы, и линза сразу от глаза отойдет, и вы ее уже не найдете. Потому что линзу трудно найти даже вот на столе, если вы ее вдруг уронили. Она настолько тонкая, ее невозможно найти. В бассейне не найдете никогда, тем более она погруженная в жидкость, она становится совершенно невидимая. Можно ли смотреть 3D-фильмы в линзах? В фильмы? Да. В фильмы можно? А для чего? В очках. Нет, для чего вообще линзы нужны? Линзы нужны для того, чтобы ваши лучи фокусировались на сетчатке. Будете ли вы в этот момент бежать, прыгать, сидеть за рулем, смотреть кино не имеет значения? Для этого-то линзы и носят, чтобы хорошо видеть. Скажите, пожалуйста, можно ли приобрести в вашей оптике очки по рецепту, выданному другим брачом? Можно, но мы заставим вас проходить обследование у нас. Я вам объясню, почему. Дело в том, что когда вы приобретете очки, они же стоят денег определенных, а в отличие от городских оптик, я вот это могу сейчас очень смело сказать, если другие оптики нас слышат, пусть подадут на меня в суд, если я не прав. То, что продается в городе, это просто какой-то кошмар. Это везется самый низкопробный ширпотреб из Китая. Самый низкопробный. И я это говорю смело, потому что знаю, что ни одна оптика не сможет ничего мне противопоставить в ответ на это мое возражение. Мы занимаемся очками, глазами, и я вам могу сказать, что в городе есть одна единственная оптика в нашем госпитале, которая привозит действительно качественные оправы из Германии и Италии, привозит линзы из Японии и Германии, которые действительно соответствуют европейским мировым стандартам. Все остальное в городе, это Китай, часто очень низкого качества, иногда даже из бутылочного стекла. Я просто вхожу в комиссию по оптике в Минздраве, и мы периодически смотрим, что продается у нас в городе. Это просто что-то ужасное. Поэтому качество линз, я пока рассказывал, забыл вопрос. Можно ли приобрести очки? А, можно ли приобрести очки с другим рецептом? Ну вот, и вы, когда приобретете очки, у вас может остаться чувство неудовлетворения. Качество не то, не так хорошо видно все. И здесь ведь отвечает оптик, который изготавливает очки, и обязательно отвечает человек, который вам их подобрал. Понимаете? Это очень большое значение. Я прикрываю микрофон, чтобы вам по ушам не бил кашель. И поэтому мы несем ведь конечную ответственность. И если вдруг вам подобраны очки неправильно, то потом получится, что мы виноваты. Поэтому уж не так это дорого стоит подбор очков. Приходите, мы подберем, выточим вам правильные линзы, фирменные, и вы будете точно довольны. Лучше сделать так. Могут ли очки для коррекции зрения защищать от солнца? Конечно, очки от обычной коррекции, они могут защищать от солнца. Во-первых, потому что любое стекло немножко защищает от солнца. Даже оконное стекло, если вы сидите в помещении, от ультрафиолета вас немножечко уберегает. Ну, не в полной мере, но немножечко. Поэтому очки в любом случае уберегают. Это раз. А во-вторых, есть ведь специальные очки фотохромные, которые в темноте, не в темноте, а на свету, они постепенно начинают темнеть. И это очень удобный способ. То есть, знаете, бывает иногда вы одели солнцезащитные очки, а на улице вот как-то не так уж и солнечно. Без них некомфортно, а их надеваете вам как-то темновато. Поэтому в этой связи как раз вот эти очки хамелеон, так называемые, они очень удобны, потому что они темнеют ровно настолько, сколько ультрафиолета идет. И иногда вы даже не замечаете, идете, вам очень комфортно, все хорошо, но вдруг, снимая очки, вы наблюдаете, что они вдруг у вас стали темными. Я даже ради интереса вот сейчас попробую взять очки свои, которыми я пользуюсь, и поставить их на солнце. Вот давайте посмотрим. Я использую для близи очки возрастные. Они, как вы видите, совершенно прозрачные. И вот сейчас я поставлю их поближе на солнце. и через пару минут я их достану, и вы посмотрите, какой цвет они приобрели. Бывает, когда снимаешь очки коррекционно, еще несколько секунд, глаза приспосабливаются. Это нормально? Да, нормально, потому что внутри глаза есть хрусталик, этот хрусталик меняет свою толщину. Когда ребенок маленький, эта толщина меняется от круглого до плоского, поэтому ребенок может смотреть вдаль и видеть все. Он может носом писать что-то в своей тетрадке, потому что хрусталик просто закругляется и очень сильно преломляет. К сожалению, с возрастом наши суставы, сосуды теряют свою эластичность, и в том числе хрусталик тоже теряет свою эластичность. Он уже не в полном объеме меняет свою толщину, и таким образом нам становится необходимо носить плюсовую коррекцию. И вот эта коррекция с возрастом становится все больше и больше. И вот вы надели эти очки коррекционные, вы смотрите, у вас хрусталик в определенном положении, и вдруг вы сняли. Теперь хрусталик должен быстро наладить свою автофокусировку, так называемую, и на это требуется несколько секунд, и в это время напрягаются циновые связки, напрягается весь аккомодационный аппарат, и возможно вам даже какую-то секунду будет некомфортно. Ну, просто откройте, закройте глаза, и вы адаптируетесь. В школе детям приходится много читать. Может ли от этого ухудшиться зрение? Если у вас хорошее зрение, то от нагрузки правильной вам хуже не будет. Вот сейчас вы видите, да, у меня свет падает с левой стороны, я специально ставлю свой стол в любом кабинете, где я работаю, таким образом, чтобы свет падал слева. Когда вы пишете, значит, рука не мешает свету, который попадает, значит, там, где вы пишете, то есть это правильное освещение рабочего стола. Поэтому, если нагрузка адекватная, вы сидите в хорошо освещенном помещении, либо у вас есть осветительные приборы, зрение ваше ухудшаться не будет. Но если у вас есть какая-то аномалия, близорукость, дальнозоркость, там еще какие-то проблемы, и вы продолжаете эксплуатировать свой глаз, ну, конечно, зрение будет ухудшаться. Именно поэтому нужно прийти к окулисту и отрегулировать все так, чтобы у вас все работало нормально. Тогда зрение ухудшаться не будет. Может ли меняться цвет глаз в течение жизни? Цвет глаз в течение жизни немножечко меняется. У детей он может меняться в первые годы жизни. Иногда говорят, ой, какой там ребеночек, голубые глазки. Но они могут потом стать серыми, серо-голубыми, там иногда достаточно сильно. Я в своей практике видел один раз случай, когда пациент произвольно, напрягая как-то силу воли, он менял глаз от светло-песочных до темно-карих. Я это видел своими глазами. Такое может быть. Ну, что делать? Такое бывает. У меня минус 75. Говорят, что с возрастом зрение может улучшаться. Это правда? Минус 75? Да, двигаясь в плюсовую сторону. Не понял, как минус 75? Такой, такой, таких делок. 1,75. А, минус 1,75. Да, значит, совершенно верно. Если у вас минус 1,75, и вы всю жизнь были близоруким и по какой-то причине не сделали себе лазерную операцию, возможно, тогда просто не было этой технологии, ну и вот сейчас вам, скажем, 45 лет. Ну да, наверное, ничего делать уже не надо. Надо пройти обследование, убедиться, что сетчатка у вас в порядке, и с возрастом у вас начнет появляться плюс. Этот плюс будет компенсироваться с минусом, и через какое-то время вы сможете видеть без очков. Да, но опять же, это будет не очень долго, потому что меняется диоптрийность в размере трех диоптрий от 40 до 70 лет, и в какой-то момент вам будет комфортно, а в какой-то момент у вас опять будет дискомфортно. Но здесь надо сказать, что просто консультация по интернету, она может быть ошибочна. Почему? Я вам объясню. Иногда люди говорят, вот раньше я вот видел так, а теперь все отлично, вот мне там 50 лет, и я иголку, нитку надеваю в иголку без очков, и такая большая радость. Но радость-то не очень большая, потому что это означает, что вводнение хрусталика, начинающаяся катаракта, и через некоторое время, не то, что там нитка-иголка, а не будет видно дорогу, по которой вы идете. Поэтому в этом случае миопизация глаза неожиданная, она может оказаться как раз очень тревожным симптомом. Я слышала, что неправильно растущие зубы могут повлиять на зрение ребенка. Нет, я думаю, что, не знаю, надо посоветоваться со стоматурой. Насколько я понимаю, рост зубов прямого воздействия на глаза не имеет. Другое дело, что может быть там как-то страдает гайморова пазуха, какие-то воспалительные там вещи могут как-то косвенно влиять, но прямого воздействия зубов на глаза я, например, не представляю себя. Почему для зрения важно употреблять достаточной жидкости? Такого я не слышал, чтобы нужно. Вообще жидкость нужна для того, чтобы ваши почки работали нормально, чтобы выводились шлаки из организма. Это, наверное, имеет какое-то значение и для глаз, но я не думаю, что есть прямая зависимость между количеством жидкости, которую вы пьете, и состоянием органов зрения. Косоглазие – это только косметический дефект или серьезная патология? Нет, косоглазие – это очень серьезная патология. Например, вот я вам расскажу случай такой. У нас проходит обследование молодой человек. Значит, он дает 100% одним глазом и 100% другим глазом, но у него нет слияния изображений. Это так называемый стереопсис. То есть, у него две картинки, они не сливаются в одну картинку. Условно говоря, если он идет в кинотеатр и надевает очки, пытаясь смотреть фильм 3D в объеме, у него не получается. Он видит все равно размытую картинку, хотя каждый глаз по отдельности видит 100%. Он к этому привыкает, он же с детства так видит. Один глаз у него становится доминирующим, второй глаз у него как бы уступает доминирующему глазу. И так он вот живет в такой жизни. А потом он захотел стать летчиком. И он поехал в Москву. и он прошел там медкомиссию, и он был отбракован, потому что есть приборы, у нас тоже эти приборы есть. Просто, когда он у нас проходил обследование, мы констатировали отсутствие стереопсиса, но на этом не акцентировали внимание, потому что он может ходить в кинотеатр и Де. Ну и все. А если он хочет быть пилотом военного самолета, то там нужен очень высокий стереопсис, очень хорошее слияние изображений, объемное зрение, потому что он будет управлять самолетом, который стоит сотни миллионов долларов, и его забраковали. Поэтому это иногда очень сильно влияет на людей. Это вот первое. Второе, когда возникает косоглазие, ну это вот, скажем, не косоглазие, а такое вот гетерофорие, потому что фактически глаза стоят оптически, косметически ровно. А если глаза стоят неровно, сходящееся или расходящееся косоглазие, то это, во-первых, имеет косметический дефект, для девочек особенно тяжело, потому что они комплексуют и так далее. Но еще и появляется иногда двоение, и это двоение может быть мучительным, потому что вы получаете два изображения, и очень трудно передвигаться, очень сложно заниматься какими-то динамическими видами спорта, поэтому косоглазие – это серьезное заболевание, которое требует вмешательства, лечения, там может быть еще и паратический какой-то компонент, может быть, врожденные какие-то свойства определенные мышцы там, поэтому это целая история, это отдельная тема офтальмология. Вот скажите, пожалуйста, у меня приобретенное в детстве косоглазие, сейчас 36, есть ли шанс восстановить? Знаете, я однажды оперировал женщину, которой было больше 40 лет, и когда операция длилась 10-15 минут, глазки встали ровненько, потому что там есть мышцы, которые встанут глаз направо-налево, ничего сложного нет, иногда мы в один этап сразу меняем эти мышцы, одну отпускаем, вторую укорачиваем, иногда делаем в два этапа, чтобы более точно выставить глаз. Ну вот, я сейчас не помню, какая была точная операция, но я помню, что когда она вышла впередоперационную, я решил показать ей, как она выглядит около зеркала, но ее реакцию я не ожидал, что такая будет, она расплакалась, но я думал, что она расплакалась от счастья, но вот она плакала не от счастья. Дело все в том, что когда я ее стал успокаивать, я говорю, ну что вы плачете, видите, глазки стоят ровно, вы такая красивая, она говорит, знаете, я жалею, что я не пришла к вам 20 лет назад, потому что жизнь сложилась неправильно. Она живет в селе, она вышла замуж, вот, ну, кто взял замуж, за того она и вышла, а могла ведь выйти совсем по-другому замуж. И жизнь сложилась неудачно, и муж пьющий, который ее бьет, ну, в общем, вся жизнь под откос, сама-то операция длилась буквально там короткое время, там 5-10-15 минут, я не помню сколько, но просто плакала она потому, что вся жизнь пошла криво из-за того, что она была вот некрасивая, из-за этого она и не могла себе позволить выбрать правильного жениха. Сколько стоит операция по устранению? Знаете, я вот по ценам вам сейчас боюсь не точно сказать, у нас есть сайт, на который вы можете зайти, и там прайс-листы, все цены. Цены очень умеренные, очень умеренные, вы, поехав куда-нибудь в Германию, заплатите в 20 раз дороже, и операция будет абсолютно точно такая же, так как замена, не знаю, колеса у машины, можно, конечно, свозить машину в Лос-Анджелес, там поменять колесо, но в Бишкеке меняют точно так же. А возможно ли провести операцию по устранению за один день? Да, конечно, операция длится 5 минут, 10, не знаю, очень быстро. Так, теперь астигматизм дочери 8 лет можно ли вылечить или нужно делать операцию? Астигматизм это врожденное состояние, чаще всего встречается астигматизм роговичный, вот, я очень легко вам объясню, как это выглядит. Представьте себе, у меня на столе лежит арбуз, и пациент, ну, представьте себе, пациент тоже лежит на спине, лицом вверх, вот мы разрезаем арбуз пополам, вот это будет круглая полусфера, половинка арбуза, это будет как раз роговица в идеале, она должна быть вот такой круглой, пол арбуза. Теперь представьте себе, у меня на столе дыня, и мы ее тоже режем пополам, и вот теперь смотрите, дыня лежит, в этом меридиане, она же длинная, вот такое преломление, понимаете, радиус кривизны, а в этом меридиане она маленькая, вот это и есть астигматизм, вот когда вы роговицу исследуете, она в каком-то меридиане, она такая, а в каком-то меридиане она вот такая, понимаете, это врожденное состояние, как форма уха или форма ногтевой пластинки, она у всех индивидуальная, поэтому иногда эта разница небольшая, до одной диоптрии мы считаем астигматизм физиологический, человек с этим как-то привыкает, ну как ухо, вот там одного чуть больше, чуть меньше, но если прям ухо сильно выпирает, ну надо делать какую-то операцию, чтобы ухо было в норме, чтобы оно не мешало, там не топорщилось, человек не был, было по ухам и так далее, поэтому вот астигматизм, если он вам поставлен как диагноз, а влияя на ваше зрение, он снижает качество вашей жизни, поэтому конечно надо сделать небольшую операцию, иногда эта операция делается специальным инструментом хирургическим, иногда это делается лазером в зависимости от ситуации и после этого вы просто не будете никогда об этом вспоминать, единственное, что она может иметь семейно-наследственный характер и когда у вас родятся в вашей семье следующие поколения детей, внуков, надо просто будет наблюдать за ними, нет ли у них тоже такой фамильной какой-то особенности форма роговицы, но внешне она незаметна, кстати. Зрение минус семь с половиной, что можно сделать, можно ли поменять хрусталик, если да, то делаете ли вы? Ну, семь с половиной, значит, я бы вам рекомендовал не менять хрусталик, а сделать лазерную операцию, потому что шесть, шесть с половиной, семь диоптрий можно убрать обычным лазерным путем, это очень легко переносится и на следующий день у вас будет стопроцентное зрение. Вот, ну, может быть, небольшой минус останется, здесь надо смотреть на возраст, если возраст ближе к сорока, то небольшой минус как раз вам будет в помощь, то, о чем мы сейчас говорили минут пять назад, вот, если, скажем, у вас возраст уже больше пятидесяти лет и там уже есть помутнение, скажем, в самом хрусталике, тогда да, возможно, надо поменять хрусталик и поставить диоптрийность хрусталика с учетом вашей близорукости, чтобы вы после операции уже жили без близорукости, это можно сделать. Можно ли заниматься спортом после операции по замене хрусталика? Да, конечно, после замены хрусталика люди летают на, за штурвалом самолетов, вот, переносят весьма серьезные нагрузки, занимаются спортом профессионально, поэтому, если операция сделана правильно, если разрез маленький, не туннельный, там, как сейчас стало модно там делать, а именно фейка эмульсификация, удаление при помощи ультразвука, там, буквально, миллиметровый разрез, вот, если правильно сделана операция и сохранен капсульный мешок, что не во всех случаях возможно, но в хороших клиниках это достигается, вот, и этот хрусталик никуда не денется, вы можете бегать, прыгать, я вот вчера оперировал пациентку и больше ее не увидел, потому что ее уже через полчаса отправили домой и, наверное, уже больше никогда не увижу, потому что она будет жить своей жизнью, ей уже необходимости наблюдаться у врача нет. Расскажите, пожалуйста, в операции имплантация ИОЛ. имплантация ИОЛ это то, о чем мы сейчас говорим, внутри глаза человека есть хрусталик, он сначала нам очень помогает, потому что это линза, меняющая свою толщину, потом с возрастом она все хуже и хуже работает и наступает день, когда она становится плотной и не меняет свою кривизну и более того, она начинает мутнеть и когда она мутнеет, она не дает лучам солнца попасть к нам в глаз, а глаз, соответственно, не может видеть мир, который вокруг него и наступает момент, когда необходимо удалить хрусталик, оставить искусственный хрусталик. В идеале нужно сделать крошечный разрез, капсула Рексис, так называемая, вскрыть переднюю капсулу, удалить хрусталик и в этот капсульный мешок поставить искусственный хрусталик, все, после этого человек реабилитируется полностью, он может делать все, что хочет, бегать, прыгать, заниматься спортом и зрение будет 100% при удачной операции и с этим он будет жить до 100 лет, ну сколько, сколько природа ему отмерена. И два последних вопроса, один касательно линз и очков, можете ли вы показать свою оптику и рассказать? Кстати, я вам покажу очки, которые лежали на солнце, я думаю, вам, наверное, видно, видите, они стали более темными, они не прямо на солнце лежали, но если выйти на солнце, они будут, конечно, вот видите, все-таки видно, что они темные, вот, но когда вы войдете в помещение, через несколько минут эта темнота исчезнет, они опять станут прозрачными, это вот хамелеон, так? Ну это старая технология, это уже лет нам 30. Да, можете ли вы показать свою оптику и рассказать об очках, как правильно выбирать? вот это такая тема, вот это такая тема, мы же читаем лекции студентам и клиническим ординаторам, врачам, которые выбрали себе будущее стать офтальмологами, и то, что вы сейчас спрашиваете, это лекция на несколько часов, и не одна лекция, но давайте коротко скажем так, что очки носят люди с разной патологией, близорукость, там, где нужны минусовые очки, рассеивающие, дальнозоркость, там, где нужны наоборот собирающие линзы, вот это может быть астигматизм, когда в одной оси нужно рассеивающие лучи, а в другой нейтральные, или собирающие, такая сложная оптика, но и отдельно надо сказать о очках, которые носят люди, возрастные очки, и здесь надо сказать, что за последние годы произошло очень серьезное изменение, прорыв такой, появились очки так называемого прогрессивного действия, то есть надевая очки, я вот сейчас продемонстрирую, надевая очки, вы смотрите вперед, и вот посмотрите, я вот постараюсь поближе встать, вот здесь у вас будет диоптрийность одна, потому что вы смотрите вдаль, здесь чуть ниже будет диоптрийность чуть больше, здесь еще больше, здесь еще больше, потому что когда вы смотрите там в книгу или там на сотовый телефон, вы же глазки собираете в кучку, вы же смотрите, так вот, конвергенция называется, и чем ближе вы смотрите, тем ближе сходятся глаза, поэтому они будут ближе вдаль здесь, а вблизи здесь. И вот в каждой этой точке диоптрийность будет разная. Таким образом, вам нет необходимости носить несколько пар очков. Очки прогрессивного действия предполагают так, что вы смотрите вдаль, и вам достаточно просто немножко по***ть голову, у вас попадают изображения на другую точку, и в другой точке у вас будет другая диоптрийность. Вот это очень важно, потому что иногда люди, знаете, как дай очки для телевизора, дай очки для Дали, дай мне очки для чтения, для там еще чего-то. У людей, у пенсионеров часто несколько пар очков, и очень неудобно, потому что вы говорите бабушке, посмотри, а у бабушки очки для Дали, она вблизи, нужно другие очки принести. Но если вы купите бабушке очки прогрессивного действия, подберете их правильно у нас, то у нее будут одни очки на все случаи жизни, это невероятно удобно. Она может сидеть с вами где-то в ресторане, видеть горы, и тут же взять сотовый телефон и видеть текст в этом телефоне. Поэтому вот очки прогрессивного действия – это то новое, что появилось за последние годы в офтальмологии. Ну, а обычные очки, плюсовые и минусовые, они появились сотни лет назад, поэтому там ничего нового нет. Я думаю, что это все знают из курса оптики девятого класса. Можно ли к вам попасть, я из Казахстана? Если вот развернуть камеру, то вы увидите, что у меня нет секретаря, нет охраны, нет стены, которая бы отделяла меня от пациентов. У меня прозрачная стена, вот, поэтому вы можете в любой день приехать, и мы с вами пообщаемся. Другое дело, что я, как правило, прошу пациентов до консультации со мной пройти обследование, потому что если вы хотите задать какой-то вопрос конкретный, я же должен дать вам конкретный ответ, а не зная ваших параметров, я не смогу это сделать. Поэтому лучше, если вы пройдете у нас обследование, а потом я, конечно, с удовольствием вас посмотрю. Лечатся люди из, по-моему, 30 стран. Вот, ну, сейчас из-за пандемии меньше люди летают, а вообще иностранцев лечится большое очень количество. Мы являемся опорной клиникой для многих посольств, которые аккредитованы в нашей стране, потому что то качество лечения и диагностики, которые мы предоставляем, оно соответствует мировым стандартам. Вы затронули молодых офтальмологов. Могли бы вы провести прямой эфир для молодых начинающих специалистов? Да, конечно, это можно сделать, но их не так много, поэтому им, наверное, лучше прийти к нам. Кстати, у нас скоро будет День открытых дверей. Мы ежегодно проводим два раза в год День открытых дверей, когда выпускники высших учебных заведений медицинского направления могут прийти к нам и пройти здесь вот просто по всей клинике, посмотреть приборы, поговорить с нашими докторами, поговорить с нашими пациентами, представить себе, что их ждет, если они выберут своей специальностью офтальмологию, представить себе, как они будут жить в ближайшие годы, если выберут нас как преподавателей, которые будут их учить офтальмологию. Поэтому приходите, пожалуйста, на наш День открытых дверей. Мы с удовольствием вам покажем все, что у нас есть, расскажем, как мы живем, как мы лечим, чем пользуемся, как оперируем. Все открыто. День открытых дверей как раз для наших коллег. Спасибо большое. Еще раз хочу сказать, что самой главной целью наших прямых эфиров является просто информирование вас о различных заболеваниях. Но никакой эфир не может вам заменить консультацию, потому что консультация ведется на основании ваших персональных данных с учетом вашего анамнеза, вашей истории жизни, болезни и так далее. Поэтому не откладывайте на завтра этот вопрос. Обязательно сходите, не важно, это сердце, руки, ноги, почки, глаза или еще что-то. Обязательно сходите к врачу, найдите клинику, которой будете доверять, и получите консультацию. После этого вы сможете откорректировать свой стиль жизни, лечение, образ жизни и так далее. Таким образом, чтобы ваше здоровье, функции ваши становились не хуже с каждым днем, а становились лучше. Будьте здоровы, не болейте.